23 октября мы с вами разговаривали по теме дефицита и цен на лекарства. Вы говорили, что специалисты УФАС готовы реагировать на сообщения людей, если таковые, конечно, будут поступать с чеками, указанием адресов и так далее, то есть полных данных аптек. Ситуация с тех пор в аптеках, как мы видим, не улучшилась, поэтому наверняка сообщения управления продолжают поступать. Ксения Александровна, хочется у вас узнать, каковы ваши меры реагирования, чем может помочь, и помогает УФАС, и помогает ли население в этой связи? Антимонопольная служба Хакайского управления занимается контролем за доминирующим положением на рынке, если доминирующее положение занимает хозяйствующий субъект на рынке, и злоупотребляет этим доминирующим положением. Товарный рынок обеспечения и розничной торговли лекарственными препаратами у нас очень развит в республике Хакайсия. Достаточно много хозяйствующих субъектов, которые занимаются розничной торговлей лекарственными препаратами. Поэтому говорить здесь о доминирующем положении кого-либо из хозяйствующих субъектов не представляется. У нас развитый рынок. Соответственно, такой мерой реагирования со стороны антимонопольной службы может быть только сговор между хозяйствующими субъектами, которые договорились и поднимают цены необоснованно. Так вот, именно поэтому антимонопольная служба некоторой мониторингой провела, нет ли здесь сговора. По результатам этого мониторинга мы установили, что в аптеках есть лекарство, тот же парацетамол, вот на его примере скажу, есть ли за 3 рубля 50 копеек, а есть парацетамол дорогой, более чем за 70 рублей. С чем это связано, как поясняют аптечные организации. Увеличился ажиотажный спрос в последние дни, ну и, наверное, недели и месяц уже в связи с активным ростом заболеваемости. Люди пошли в аптеки, начали скупать эти препараты. Причем скупают, конечно же, препараты, которые стоят наименьшую цену, и их в первую очередь и купили. Поэтому остались на полке препараты иных производителей. Этот же препарат, вы знаете, мы даже посмотрели, чем они отличаются. У них там упаковка другая, у них не блистеры, а капсулы. То есть они облачены в картонную упаковочку, то есть с красивой надписью, красочные и так далее. То есть понятно, что это все влияет, в том числе это другой производитель. Есть выбор у наших потребителей. То есть можно купить дорогой, либо дешевый препарат. Но так как этот ажиотажный спрос имеется на рынке, конечно же, раскупается все очень быстро, но перебоев с поставками, они есть, в том числе связанные с маркировкой, которая была введена. Но в любом случае практически каждый день поставщики завозят препараты в аптеки. Их, естественно, что очень быстро скупают. Почему мы это сделали? Потому что люди реагируют. Нам поступил всего один звонок на тот момент, до эфира Валентина Олеговича, большой стоимости препаратов. Мы сделали запросы, соответствующие в аптечную сеть. По результатам направлен все Росздравнадзор. Основные свою работу и полномочия по ценам на лекарственные препараты осуществляют Росздравнадзор Республики Хакасия, который у нас представлен в Республике, он имеется. Поэтому основные цены, которые касаются жизненно важных лекарственных препаратов, а к ним относятся и антибиотики, и противовирусные препараты, в том числе препараты, которые лечат коронавирусную инфекцию, конечно же, регулируются государством. И контроль этим осуществляет Росздравнадзор. Получается, людям следует обращаться в Росздравнадзор с жалобой? Конечно. Но даже если они обратятся к нам, мы с удовольствием перенаправим эту всю информацию. Но мне хочется, чтобы донесли до сведения наших жителей, что антимонопольная служба контроль за ценами не осуществляет. Лекарственных препаратов. Если бы вы, например, заметили одинаковые цены в разных аптеках, это уже, получается, как повод для реагирования, наверняка, сговора. Но не только одинаковые цены, понимаете. Надо же будет всю экономику проверять, начиная от производителя данного лекарства у каждого и каждой из аптек. Когда они были куплены, за какую цену, у кого из поставщиков. Какая надбавка была сделана аптечной сетью. И если вот здесь будет установлено, что она необоснованной с экономической точки зрения завышена, либо с нарушением законодательства установлена, то тогда, и причем сделано это одновременно всеми оптичными организациями, то тогда это будут свидетельствовать о признаках нарушения антимонопольного законодательства по факту сговора. Ну, вы представляете, это возможно установить, если нам звонят люди и говорят, ходите в аптеку такую-то, она находится там на улице Крылова, мы говорим, так такая аптека не на Крылово, а на Щетинкино. Там все-все-все лекарства подорожали. Ну, вот как? То есть это проблематично на самом деле. Аптеки не могут устанавливать цену розничную выше там 30-ти процентов, конечно. Да, надбавка. И аптекарь говорят, что мы даже этого физически сделать не можем, у нас система этого сделать не позволит. Конечно, конечно. Поэтому вот, как купили, надбавка установлена ни больше, ни меньше. Вот и все. За этим следят, и следят, но достаточно серьезно. И аптеке никто на это не пойдет, потому что штрафы достаточно большие. Росздравнадзор за этим следит, и, как я уже сказала в нашей беседе, собирают информацию. Аптеки нам так и пояснили, мы каждый день у Росздравнадзора отчитываемся. Аптеки указывают на резко возросшую цену от заводов производителей. Быть может быть, как-то ФАС России, вам известно, как-то влияет, как-то работает? Ну, вы знаете, мы такой информации не слышали, о том, что там цена у заводов производителей повысилась. Мы не владеем такой информацией. И Росздравнадзор нам об этом не сказал, ни аптеки. Аптеки же как-то объясняют правильно этот вопрос. Ну, вот производители, вот мы общались с производителями, и нам пояснили о том, что мы повысили цену максимум на рубль, где-то на 20 копеек. Все, не больше. Цены не повышались у производителей. Есть разница, какой препарат и кто поставляет. Вот на примере парацетамола. Мы об этом парацетамоле еще в первую волну писали. Да, действительно, они разного производства, поэтому по разной текне. Ну, то есть следует искать, если потребитель не хочет покупать, он за 70 рублей, он может найти различные. Найти за 3 рубля, конечно. Только можно поискать, побегать сейчас. Ну да, к сожалению, так. К сожалению, так. Ну, спасибо большое. Надеемся, что в том числе и с вашей помощью как-то удастся успокоить население. Да, спасибо большое. Мы, со своей стороны, оказываем помощь Министерству здравоохранения. И наша была идея собрать потребности в препаратах для лечения ковид. Сейчас этим занимается уполномоченный орган Госкомзакуп. И мы постараемся организовать возможность покупки препаратов для лечения ковида, поскольку их, ну, мало где, через производителя этих препаратов. Что будет снижать цену на эти препараты, соответственно. Ну, в том случае, если, конечно же, Минздрав в этом будет заинтересован. Мы предложили такую возможность, как там они решатся. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы правильно и с умом поступило наше Министерство.